да да это я звоню звоню что-то как говорится будет и дозвонилась вчера не дозвонилась да понятно понятно ой новости он даже не знаю тут в общем да новости новости даже с чего и начать какие вам последний нос это рассказывала в общем занимаюсь моей странице конечно этого фейсбука вот а мне пришло как говорится пришло мне как там из этого 85 отделения полиции я писала заявление по поводу того что меня не пускают на территорию кооператива марина карточку сблокировали я их просила возбудить уголовное дело в общем потому что ну писала заявление как говорится в администрацию президента там им это все спустили они рассмотрели ну они мне отказали они написали что проведена проверка ну в общем как то мы наверное председатель в общем там как и мне написал в общем написал они провели проверку и официальный ответ мне написали написано что возбуждение уголовного дела отказано ну там там указано что кооператив марина ответил что это не квартира это эллинги но тоже самое они мне ответили что это не эллинги для постоянного проживания это вот лодочный кооператив для отдыха я вам уже говорила для отдыха короче занятия спортом владельцев этих эллингов ну и в общем связи вот там вот никто мустав в общем короче говоря это мне уже тоже они писали то же самое они сообщили на полиции в общем вот так вот ну я считаю что это не не повод как говорится как там отказывать в общем я имею ввиду не повод это блокировать блокировать карточку понимаете а потом а потом а по участку мужчина который заведует тут электрикой он мне сказал что председатель кооператива марина проживает постоянно на территории кооператива марины вы можете к нему обратиться и он вам так скажем поможет отключить электричество он мне вот так вот сказал так что вот знаете нет самое главное вот это это вот это вчера но я там все свои страницы занимают потому что хочу найти мои деньги в общем короче сегодня написала я говорю найдите этого билла гейтса варена баффета если это не эти люди то вот те настоящие поймают вот этих мошенников да еще и приплатят понимаете что поймать этих мошенников короче хочу чтобы поймали понимаете вот пишу на моей странице написала уже товарищи кто там из таких кто там общается, покажет, понимаете, потому что такие уважаемые люди в первую очередь будут заинтересованы поймать всяких мошенников, которые мне тут могут писать, вы понимаете, да? Я им написала, понимаете, что товарищи, давайте поймаем этих, потому что если сообщите настоящим, настоящие еще и приплатят, чтобы поймать тех, чтобы те не позорили их имя, понимаете, не надо мне писать, вы понимаете, да? Я так и написала, я говорю, давайте, давайте в Интерпол, давайте найдем или мои 7 тысяч долларов, или мои 10 миллионов, давайте что-нибудь сделаем там хорошее, понимаете, да, потому что Джон опять звонит, Джон опять стал звонить, я все это опубликовала, я это записала, я все это опубликовала, и понимаете, там вот такие люди богаты, они друг друга знают, и понимаете, им это не в их пользу, чтобы позорили их имя, понимаете? И найти, понимаете, при его деньгах Биллу Гейтсу найти мошенников, я считаю, что ничего ему не составляет, понимаете? Вот, потому что, понимаете, позорят какие-то гранты, вообще непонятно что, понимаете, а потом неизвестно кто, что будет говорить, поэтому я им сказала, давайте найдем или мои 7 тысяч долларов, или мои 10 миллионов, и давайте мне их отдадим, потому что мне нужны деньги. Я вам там все напишу, все как было. Ну, вы понимаете, да? Да, поэтому, понимаете, там и речь идет, понимаете, что 7 тысяч долларов, понимаете, 7 тысяч долларов тоже хорошо, да? Ну вот, понимаете, или 7 тысяч, или 10 миллионов, давайте быстрее на это, вот это, и вот те, которые, понимаете, вот сообщим, понимаете, думаю, видите, вот это самая главная гласность в этом деле. Думаю, самое главное, сообщим, найдем настоящих, сообщим настоящим, а настоящие там уже, наверное, подсуетятся, чтобы найти мошенников. Понимаете, если это мошенники, мошенники, они найдут тех, не будут их позорить ими, они мне 7 тысяч долларов отдадут, а если это натуральные, тогда пусть отдадут мне мои 10 миллионов и найдут вот эти деньги для перечисления, понимаете? В любых случаях речь идет о деньгах. Ну вот, я подумала, что пусть ищут, понимаете? Я уже все опубликовываю, опубликовываю, в общем, на самом деле вот занимаюсь, потому что ищу деньги, думаю, пусть там, и потом, знаете, вот это опубликовала, что это я, что полицейский приходил, что вот это вот дело, понимаете, а то они могут подумать, что я книгу пишу и как бы у меня, знаете, по типу фильма, понимаете, фильм снимаю. В общем, они могут подумать, что я здесь сижу, фильм снимаю, и, в общем, ну, понимаете, как-то не совсем, может быть, как-то это вот, могут вот так вот, да, понять. В общем, короче говоря, из хорошего вчера приходил Петя. Да, смотрю, кто-то крыскает, короче, смотрю, мальчик стоит, ну, так я его, примерно, знаю, в общем, Петя, короче, я у него спросила, он сказал, что его зовут Петя. И, в общем, сын Шакуры такой стоит, я с третьего этажа на него посмотрела, он мне говорит, ну, в общем, с чего-то он начал, он вроде там что-то, ну, чего-то он там такой с портфелем, а потом так, ну, я, знаете, я из окна-то с третьего этажа спросила, он мне такой, он мне говорит, вот, спасибо вам, спасибо вам большое, что вы, в общем, как-то вот пожарных вызвали. И, в общем, короче, пришел мне сказать спасибо. Да, да, и потом, ну, а я у него стала спрашивать, вообще хотела спуститься, но как-то он неожиданно пришел, понимаете, как-то неожиданно смотрю, там стоит, он никого и не спрашивал, ничего. Но я так вот услышала, что он там, он, короче, кошку искал, ну, в общем, короче, да, он искал кошку, что-то там кыскает, я смотрю, там кто-то, а у меня слышимость такая. В общем, короче говоря, короче говоря, ну, он говорит, вот, спасибо большое, я говорю, а ты что делал? Он говорит, я, говорит, спал, я говорю, а как же у вас, он говорит, я говорю, сигнализация же пожарная здесь, все ставили сигнализацию. Он говорит, да, она у нас сработала, я говорю, Петя, а я говорю, а как тебя зовут? Он говорит, Петя, ну, в общем, он такой говорит, я говорю, Петя, а котел у вас отключился или мог газ рвануть? Он говорит, отключился котел у них. Ну, может, Петя не знает, в общем, он же маленький, короче говоря, он мне сказал, что я говорю, ну, а я что-то тебя не видела, в общем, короче говоря, он мне сказал, что к ним медики приезжали, а медиков я не вызывала, я не видела медиков никаких. Тогда бы я видела, понимаете, я снимала все, вплоть до того, пожарные уехали, полиция уехала, одна машина полиции там осталась стоять, я все это на видео снимала. Я же, понимаете, я все это на видео сняла, медики не приезжали. Ну, это понятно. Ну, в общем, он мне сказал, что, говорит, вот, говорит, медики приезжали, приезжали медики, а он говорит, да, у нас в этот день собака, у собаки опухоль, там ей операцию делали. В общем, говорит, вот кошка, я говорю, а кошка-то, он как-то кошку кискал. А потом смотрю, этот кот серый бежит. А он говорит, вот-вот, я как раз, в общем, короче, я так поняла, что это их кошка. В общем, как раз кот, знаете, вот там вот из-за угла выбежал. Вообще, честно говоря, я думаю, сейчас спущусь, он как раз этого серого кота искал. Это, короче, их Фрося, короче, вот это, кошка их. Ну, да, короче говоря, я думаю, сейчас спущусь, думаю, поговорю с Петей по поводу жениха моей Матильдочки. В общем, только хотела спуститься, и он такой говорит, ну, ладно, говорит, в общем, я пошел. И как-то он быстро ушел. Но, с другой стороны, я подумала, он, в принципе, маленький. Вот как с ним говорить? Я вообще хотела с ним поговорить. Сказать, что, в общем, Матильдочка, хоть и жениха. А потом я подумала, может, он маленький не поймет. Это вообще...